Люби свой колледж, береги его честь, храни и умножай его традиции. Среднего звена, так необходимых стремительно отзывающемуся Казахстану. 21 век предъявляет жесткие требования к уровню подготовки специалистов любой сферы экономики и в первую очередь финансистам. Поэтому по мере развития и реформирования финансовой системы республики менялись и подходы к обучению в колледже. Но незыблемым оставалось одно – бережное сохранение добрых традиций и творческого потенциала сильного педагогического коллектива. Высокий престиж выпускников колледжа, умение органично вписаться в новую реальность. И сегодня, делая упор на внедрение инновационных технологий, компьютеризацию учебного процесса, педагогический коллектив опирается на прочный фундамент образовательной и методической базы, наработанной в течение многих лет. Наверное, главным завоеванием этого колледжа является не только востребованность специалистов экономикой Казахстана, но и тем, что выполняет обязательства перед государственными органами, которые поручают подготовку специалистов для экономики Казахстана. Это, наверное, самое главное, то, чем может сегодня похвалиться этот колледж. Если бы его коллектив, его преподаватели не сохраняли бы наработанное ни одним поколением и учителей, преподавателей этого колледжа, и даже самими учащимися, говорить о настоящем будущем было бы невозможно. Именно традиции позволяют нам с оптимизмом смотреть в будущее. Колледж по праву гордится своей историей, которая насчитывает уже более трех с половиной десятилетий. 1 сентября 1965 года за партой сели 450 учащихся, а в марте 1967-го были выпущены первые 66 специалистов. 36 лет назад пришла в колледж преподаватель математики Зинаида Павловна Пицик. Да так и работает здесь до сих пор. Своим бесценным опытом педагогического мастерства она щедро делится с коллегами. Сама неустанно впитывает все новое и применяет это в своей работе. Такие преподаватели, как Зинаида Пицик, Бахы Тадилова, Ирина Авдеева, Надежда Макарова – это золотой фонд АФЭК. Доброй традицией колледжа стало шество над ветеранами войны и труда. Таких подопечных у АФЭКа 11 человек. Учащиеся колледжа регулярно навещают их, помогают по дому, выполняют разнообразные поручения. Ветераны войны, бывшие преподаватели колледжа Леонид Александрович Глинкин и Корнели Васильевич Топорков являются непременными участниками всех торжественных мероприятий, встреч со студентами. И ветеранам есть, что вспомнить и рассказать молодому поколению. И ребята любят такие встречи и неформальное общение. Пришла я сюда 17 июня 1965 года. Было совершенно пустое здание, раздавалось вехо, когда кто-то шел. Был директор первый, Харжевский Михаил Владимирович и я, и секретарь. И мы, значит, занимались, комплектовали кадры, кабинеты завозили оборудование. И я сразу же стала выполнять роль секретаря приемной комиссии, первого секретаря. И сразу в августе приняла первый вступительный экзамен. То есть все начинало первое. За 36 лет своего существования колледж подготовил более 20 тысяч специалистов для государственных финансовых, налоговых, таможенных и банковских органов. А в этом году коллектив учащихся пополнился очередными группами будущих финансистов, которые проходили обряд посвящения в одном из лучших в столичном развлекательном комплексе. По традиции этот праздник органично сочетал строгую торжественность и официальность и студенческую изобретательность и жизнерадостность. Первым поздравил новичков директор колледжа Алибеку Сербаевич Кувандыков, подчеркнув символичность вступления в ряды учащихся в год десятилетия независимости нашей республики. От лица Министерства государственных доходов будущих финансистов сердечно приветствовала Айсулу Баранбаева, бывшая выпускница и преподаватель колледжа, ныне занимающая солидный пост в Министерстве. Официальные выступления чередовались с замечательными концертными номерами, подготовленными как студентами колледжа, так и их друзьями из других учебных зрителей. Примечательно, что актерским мастерством блеснули не только студенты, но и преподаватели. А связующим звеном программы выступил придуманный студентами величественный бог финансов, финалгон. Вслед за ним повторяли студенты слова клятвы, а затем весь зал слушал, затаив дыхание, гимн колледжа «Студенческий паспорт». Праздник посвящения студенты завершился вручением символического крюча и зачетной книжки. Но студенты умеют не только отдыхать. Главная их задача – постижение основ будущей профессии. И колледж предоставляет им в этом плане широкие возможности. До 1993 года обучение велось всего по двум специальностям, а затем практически каждый год перечень их постепенно пополнялся в соответствии с потребностями государства. Сегодня колледж готовит как в рамках госзаказа, так и на договорной основе специалистов по налоговому, таможенному, казначейскому делу. А в этом году открылись новые специальности – банковское дело, информационные системы, экономика, бухгалтерский учет и аудит, правоведение. Вся работа колледжа основывается на кафедральной системе. Это создано для целенаправленной и эффективной работы. Кафедр – восемь, их возглавляют опытные педагоги. Наш педагогический коллектив с уверенностью и надеждой смотрит в будущее, и колледж готов подняться на высокую ступень обучения. Наша основа, мы считаем, это наш опыт, а наше будущее – это наше развитие. Колледжи – очень сильный педагогический коллектив. Более половины преподавателей имеют высшую и первую категории. Двое из них отмечены значком «Отличник образования Республики Казахстан». Семь человек награждены грамотами и благодарственными письмами Министерства образования и науки. Акмолинский финансово-экономический колледж сегодня располагает более 20 хорошо оснащенными учебными аудиториями, десятками персональных компьютеров нового поколения, несколькими компьютерными классами, соединенными в локальную сеть с выходом в интернет. Выпускники колледжа обладают навыками работы на компьютерах с профессиональными программами. Сегодня это очень важно. Эффективному усвоению теоретического материала в немалой степени способствует поиск разнообразных форм проведения основных и дополнительных занятий. Это дебаты, турниры, викторины, деловые игры и многое другое. Так, один из уроков по проекту нового налогового кодекса преподаватель Алма Сартаевна Бекбалцынова провела в форме дебатов. Две команды учащихся, противники и сторонники нового документа, аргументированно и грамотно отстаивали свои позиции. Это очень важный и наглядный урок умения отстаивать свои взгляды в цивилизованном конструктивном диалоге. Такая практика очень пригодится молодым специалистам в их будущей работе. Широкое применение в практике преподавания находят интегрированные уроки, когда преподавателями составляются совместные планы занятия, и как в данном случае учащиеся решают задачи по бухгалтерскому учету и одновременно идет проверка правильности их выполнения. В результате применение этого инновационного метода повышается эффективность усвоения материала. Те же цели достигаются и при проведении занятий в форме деловых игр. При изучении предмета «Бюджет и бюджетная система» преподавателем Надежды Андреевной Макаровой была предложена разработка бюджетной программы по здравоохранению. Участникам деловой игры были розданы живые сметы по одному из районов Акмолинской области. И они оперировали реальными, а не взятыми для примера цифрами с учетом конкретных данных. За время существования колледжа у нас сложились тесные взаимоотношения с органами финансовой системы. Мы ежегодно отправляем учащихся на производственную практику. Затем в колледже проводим учебную практику. На своем предмете я лично провожу занятия, используя местный материал, практический материал, инструктивный материал. Проводим экскурсии в финансовые органы. Привлекаем практических работников для проведения занятий. Проводим встречи с ними. Затем они у нас участвуют при проведении, при сдаче государственных экзаменов. Все это позволяет готовить высококвалифицированных специалистов, которые сегодня востребованы на рынке труда. Значительное внимание уделяется в колледже языковой подготовке в соответствии с законами о языках и об образовании. Эффективной формой самопроверки и закрепления прочности полученных знаний явился турнир знатоков русского языка, проведенный преподавателем Алиной Муртази. Несмотря на довольно сложные и неординарные задания, обе группы учащихся справились с ними успешно. Вмучая на четыре работы учеников этого колледжа были отправлены на городской конкурс. Интересно и неординарно проходят занятия по казахскому языку и литературу. Как правило, в аудитории организуются тематические выставки, демонстрируются видеофильмы, проводятся встречи с интересными людьми. В рамках программы «Сифулинский тени» в конференц-зале колледжа состоялась творческая встреча с премьяницей выдающегося казахского поэта и писателя Сакена Сифулина и сотрудниками одноименного музея. Эмоциональная наполненность этого мероприятия, несомненно, послужит мощным импульсом к постижению понимания отечественной истории и культуры. Этому в немалой степени способствует и занятие в клубе «Язык опора дружбы», который проходит, как правило, в прекрасно оформленном кабинете казахского языка. Изучение народных обрядов, историко-культурных традиций позволяют глубже познать истоки современного многонационального облика казахстанцев и сформировать активную жизненную позицию у будущих выпускников. Преподавателю дана полная свобода в самовыражении и творчестве. И если раньше мы были ограничены рамками программ, то сегодня мы можем сами составлять эти программы, сами вносить в эти программы изменения, коррективы и методику проведения уроков продумывать и разрабатывать сами. Первостепенные значения в колледже придаются тесной связи теоретического курса обучения с практикой. И первое знакомство с возможным местом будущей работы начинается с простых ознакомительных экскурсий. Будущие специалисты таможенного дела обязательно посещают музей республиканской таможны. В нем собрана бесценная информация о становлении этой службы на территории нашего государства, исторические реликвии и современные технические средства, применяемые в таможенной практике. Побывав здесь, ученики колледжа проникаются значимостью выбранной профессии. Регулярно организуются встречи с руководством налоговых комитетов, его ведущими сотрудниками. В ходе таких встреч учащийся колледжа знакомится с работой налоговой службы, получая информацию, что называется, из первых уст. Ребятам все интересно, ведь многим из них предстоит работать именно здесь. По статистике, более 50% работников налоговых комитетов составляют выпускники АФЭК. В рамках финансово-экономического колледжа, согласно соглашению налоговых органов, существует общественная налоговая инспекция. Цель ее – это связь теоретического обучения с практическим. То есть наши студенты, согласно плану, согласованному с налоговыми комитетами, посещают непосредственно отделы и осуществляют практическую работу, то есть оказывают практическую помощь налоговым органам. Профессия педагога не терпит рутины, повторения, застоя. Поэтому методическим центром колледжа проводится огромная работа по совершенствованию всех форм обучения и воспитания в режиме мониторинга. Активно работает школа молодого педагога, где опытные наставники передают свое мастерство начинающим. В методическом кабинете сосредоточены все разработки и материалы, которые по мере оформления передаются на кафедры. Помощь молодому педагогу, помощь руководите группы и другие. Учебно-методическим центром выпускается собственная газета «Коржигер» – финансист. Брошюры, проводятся педагогические чтения и конференции. Методисты центра приняли активное участие в разработке государственных общеобразовательных стандартов по ряду специальностей. С августа 2001 года на базе колледжа приказом министерства создано Республиканское учебно-методическое объединение – РУМО по специальностям налоговое и таможенное дело, экономика, бухгалтерский учет и аудит, информационные системы. РУМО разрабатывает новые учебные планы, а также рекомендации по всем вопросам учебно-методической и воспитательной работы. Сегодня колледж работает в условиях тестово-рейтинговой системы оценки знаний учащихся, что развивает их интерес к учебе, инициативу и самостоятельность. Модульная рейтинговая система, она все-таки накладывает очень большую работу на преподавателя, обязывает его постоянно работать. Несмотря на это, преподаватель не отказывается, потому что результат ее у нас заметен. Но в этом году мы, опять же, новую технологию применяем, это перешли на нее, это поточная лекционная система организации занятий. Но теперь предстоит нам полностью разработать методическое обеспечение. То есть это тоже требует большого труда. В колледже активно заботятся не только о профессиональной, но и физической подготовке учащихся, реализуя программу здорового образа жизни. Для занятий спортом колледж располагает стадионом и спортивным залом. Руководитель физвестания Олег Иванов, кстати, мастер спорта по вольной борьбе, уделяет много внимания не только освоению обязательной программы, но и работе различных спортивных секций. Баскетбол и национальная борьба Казакша-курес, мини-футбол и вольная борьба, шахматы и занятия спортивной стрельбой, игревым спортом. Спортсмены колледжа ежегодно становятся призерами городских спартакеат, как в общекомандном зачете, так и по отдельным видам спорта. В этом году двое спортсменов будут представлять колледж на соревнованиях на Кубок Казахстана по вольной борьбе. А недавно легкоатлеты колледжа заняли третье место в городской эстафете, посвященной Нюриспублике. Насыщенно и разнообразно протекает культурно-массовая жизнь колледжа. Работают кружки, художественные самодеятельности и клубы по интересам. Хорошо известен в городе танцевальный кружок колледжа, руководимый хореографом Динарой Альжановой. В городских смотрах, конкурсах, карнавалах, нередко занимающие первые места. Студенты колледжа с увлечением занимаются в вокальном кружке и домбровом ансамбле, изучая творчество народов многонационального Казахстана. Пожалуй, наиболее полное представление о внеучебной деятельности студентов можно получить поближе, познакомившись с деятельностью студенческих клубов. По традиции, в начале каждого учебного года проходит их презентация. Таких клубов в колледже семь. Профессия, мы и рынок, язык опора дружбы, программист, парасат, здоровье и азамат. Каждый может выбрать то направление, которому чувствуют наибольшую склонность. Руководит всей этой кипучей молодежной средой комитет ЖАСТАР. Главной задачей является повышение профессионального мастерства будущих специалистов, таможенных, налогов, финансовых органов. Главной задачей является обеспечение досугом культурно-массовые мероприятия и проведение спортивных мероприятий в колледже. В состав комитета у нас ходят старосты групп, активисты, отличники учебы. Там молодежь, которая действительно может организовать работу и вовлечь в нее других. Какую связь вы имеете с молодежным движением столицы? Учащиеся нашего колледжа принимают активное участие в городских мероприятиях. Во-первых, у нас, главное, как избираются в молодежный парламент лучшие учащиеся нашего колледжа. Также принимают активное участие в студенческой весне, в городской лиге КВН, в спортивных соревнованиях и в других конкурсах. Значительная часть общественной жизни колледжа сосредоточена в студенческом общежитии, где проживает около 300 учащихся. Помогают наладить студенческий быт и организовать здесь культурный досуг несколько воспитателей и совет общежития. Благодаря их стараниям и вниманию со стороны администрации колледжа в общежитии всегда тепло и комфортно. Довольно просторные комнаты приятно удивляют своей чистотой и уютом. Студентам предоставляется мебель, постель, предметы быта, посуда. При общежитии работает медпункт, в котором врач Мирамгуль Базарбаева, энтузиаст своего дела, оказывает первую медицинскую помощь, консультирует студентов, выдает направления в лечебные учреждения города, организует лекции специалистов по пропаганде здорового образа жизни, вместе с активистами следит за санитарным состоянием и делает многое другое. На каждом этаже располагаются по две кухни, оборудованные всем необходимым. А кроме того, ежедневно работает столовая, где можно вкусно и недорого пообедать и поужинать, приобрести выпечку, напитки и другие продукты. Для студентов выписаны наиболее популярные газеты, работает телевизионная комната, есть музыкальный центр для проведения дискотек. Помимо домбрового кружка при общежитии работает кружок «Киздар-Алеписсе» – «Азбука девушки», который реализует благородную миссию воспитания юных студенток на традициях и обычаях всех народов нашей республики. Большое внимание уделяется помощи малоимущим. Они проживают в общежитии бесплатно, получают талоны на питание. Сочетание добрых традиций и устремленности в будущее, совершенствование учебно-воспитательной работы и внедрение инновационных технологий рождают удивительный сплав профессионализма и человечности, способствующий формированию всесторонне развитой личности. Среднепрофессиональное образование является как бы становым хребтом государства. Государству дешевле обходится подготовка специалистов именно в системе среднепрофессионального образования, поскольку меньше затрат проходит и человек или учащийся или специалист, который заканчивает колледж, еще раз повторяю, имеет прикладные знания. И поскольку в нашем колледже молодые специалисты уже владеют навыками работы на автоматизированных рабочих местах, будь то бухгалтер, будь то экономист или будь то финансист. То есть они выходят уже с полным набором прикладных знаний, которые позволяют ему быстро адаптироваться к своему рабочему месту. Сегодня стоит вопрос не о том, чтобы как обучить, а нужно стоит вопрос о том, как научить человека учиться всю жизнь. Высшие приоритеты – интересы государства. Именно по такой программе работает Акмолинский финансово-экономический колледж. И в этом залог его настоящих и будущих успехов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Продолжение следует...